Варгейм Рос. Солдатики. История и Мобилизм. Варгейм Рос. Здравствуйте! В этом фильме я расскажу про шлемы древних греков. Предметом изучения будет эпоха с 8 века до нашей эры и до возвышения Македонии во второй половине 4 века до нашей эры. Вы узнаете, как выглядели и назывались разные типы шлемов. Каково было их происхождение и эволюция. На второй части фильма я расскажу про конструкцию шлемов. Вы узнаете об их весе, толщине металла, из которого они были сделаны, конструкцию гребней и многое другое. Эти темы, как правило, не поднимаются в русскоязычном интернете. В конце фильма я покажу свою коллекцию военно-исторических миниатюр. Так что не переключаемся, будет интересно. За базу для изучения шлемов я возьму классификацию, предложенную Питером Канноли. Итак, шлем из Аргаса, который датирует временем между 720 и 700 годами до нашей эры. Этот тип шлема ученые называют Кегельхельм. Так он выглядел на древнем воине. Реконструкция Николаса Секунды. Шлем состоял из нескольких деталей. Сначала делался колпак. Потом к нему крепились насчетники и пластины для защиты лба и затылка. Верх шлема украшал этот гребнем из конского волоса. Дальнейшее развитие этого шлема привело к появлению вот такого образца. Мы видим желание оружейников хоть частично, но защитить лицо воина. Реконструкция сделана Мэтью. В описании фильма сброшу ссылку на его страничку в фейсбуке. Там есть на что посмотреть любителям военно-исторической реконструкции, античности. В этот же период существовали шлемы вот такого типа. Его называют островным типом, так как он найден на острове Крит. Шлем более открытый. На реконструкции нет ремней, без которых шлем просто свалился бы с головы. Художники часто забывают рисовать эти ремешки. Про это нужно помнить тем, кто будет использовать эти изображения для реконструкции древнего вооружения. Высадка десанта с кораблей. Можно видеть эти два типа шлемов на воинах. К 600 году до н.э. такие шлемы вышли из употребления. Дальнейшая эволюция Кегельхельма привела к созданию шлемов иллирийского типа. В середине 7 века до н.э. появляется вот такой образец. Он делался из двух скрепленных половинок, которые соединялись при помощи заклепок. Потом это место укрепляли и украшали гребнем. Как его делали и крепили к шлему, я расскажу в конце этого фильма. Обратите внимание на низ шлема, прикрывающий затылок. Он прямой. Также видно, что уши воина закрыты. Вот так он выглядел на воине. В середине 6 века до н.э. появляются образцы с отгибающимися назад на затыльниками. Они делались из цельной пластины бронзы. На лбу стали чеканить одну или несколько полосок. На этом шлеме она просто прочерчена. Видимо возникла какая-то мода, а шлем не соответствовал ей, и хозяин просто нацарапал полосу. В 6 веке до н.э. мода на полоски на лбу дополняется еще и штырьком или крючком. Они несли практическую функцию, о которой я расскажу чуть позже. Дальнейшее развитие шлема будет происходить в Македонии. Про это поговорим в следующем фильме. В конце 8 века появляются и ранние образцы шлемов коринфского типа. Их название происходит от того, что шлемы этого типа часто находят на Пелопоннесе, в том числе и возле города Коринф. Это был наглухо закрытый бронзовый шлем с прорезем для глаз и дыхания. Это помесь коринфского и лирийского шлема. Наверху шлема видны бороздки для крепления гребня. Так шлем выглядел в реальности. А этот шлем имеет небольшой на затыльне реконструкция Николаса Секунды. Появление шлемов произошло еще до создания знаменитой греческой фаланы. Этот тип шлемов стал очень популярным в Алладе. Началась эволюция коринфского типа шлемов. У этого шлема появляется короткий на затыльне, а наносник слабо выражен. Это переходная форма. К 600 году до н.э. являются более легкие и изящные образцы. Воинов в таких шлемах можно видеть на вазе из чини. На шлеме много отверстий по краю. Видимо, изнутри он обшивался войлоком или другим материалом, чтобы амортизировать удары и для удобства использования шлема. При этом обшивка шлема сгибалась за его край. Хотя ученым известно довольно много шлемов, у которых нет отверстий для загиба подшлемника за край шлемов. Современная реконструкция К середине VI века появляются два новых вида коринфских шлемов. Характерной особенностью этого вида являются чеканные брови и более длинные на затыльне. Второй тип представляет дальнейшее развитие оружейной мысли. Рот полностью закрыт бронзой. Дышать в таком шлеме было крайне проблематично. Это был шлем, появившийся на Апеннинском полуострове. Их называют эталокоринфскими. Его носили на голове, как колпак, не опуская на лицо во время боя. Глазницы со временем уменьшились. Сохранили чисто декоративную функцию. Есть образец вообще полностью без отверстий, где сделана гравировка глазниц и наносника. Когда-нибудь на канале сделаю разбор армии сомнитов, где я расскажу про эти шлемы. А сейчас вернемся в Валладу. В конце шестого и начале пятого веков появляются коринфские шлемы нового образца. У них более длинные нащечники, прикрывающие не только скулы, но и частично горло. Шлем начинает приобретать тот вид, который так любят киношники и реконструкторы. Его до битвы носили на макушке и непосредственно перед стычкой опускали на лицо. Это вызвано тем, что так легче было дышать и был лучший обзор. Но при этом на ряде древних изображений видно, что воин в бою не опускал шлем, а оставлял лицо открытым. Возможно, это была демонстрация собственной храбрости, уверенности в своих силах. Может он просто устал и стал задыхаться в закрытом шлеме. В 4 веке до нашей эры шлем совершенствуется еще раз. Появляются прорези для ушей. Защита в бою важна, но если воин плохо слышат, то это может для него быть фатально, так как он вовремя не сориентируется в быстро меняющейся обстановке на поле боя. Война становилась более маневренной. В этот период в Греции появляется кавалерия и большие массы хорошо вооруженной и обученной легкой пехоты. Про это я говорил в прошлых фильмах на своем канале. Смотрите их по ссылке. Также в этом видео я говорил о тоннельном обзоре у новичка во время боя. Шлем коринского типа усиливал этот эффект. Чем меньше глазницы, тем сложнее ориентируются в бою. Когда битва велась практически исключительно гоплитами друг с другом, то этого кое-как хватало. Но война стала сложнее. Все чаще требовались от воинов маневры в ходе боя. Это привело к тому, что стали на шлемах появляться отверстия для ушей. Не становятся популярны более открытые шлемы, но с меньшей защищенностью. Слух у воинов в бою обзор становился важнее защиты. Хотя тут еще наложилось желание делать оружие дешевле и с меньшими затратами. Про это еще поговорим, когда дойдем до веса шлемов. Параллельно с коринским типом развивался халкидский тип шлемов. Он возник во второй половине шестого века до нашей эры. Его производство могло быть налажено в Великой Греции, на Сицилии, или на полуострове Халкидика, на Балканах. Он имел более открытый нащечник, чем у коринского типа. Сначала нащечник имел округлую форму, глазницы большие. Потом оружейникам пришла в голову идея делать нащечник откидывающимся. Его подвесили на петлях и при помощи шнурка поднимали вверх, а в бою опускали. Это позволяло лучше дышать, когда воин уже снарядился для битвы и ожидал сигнала к началу сражения, но при этом не мог снять шлем с головы. Дальнейшее развитие этой мысли в Афинах привело к созданию отического подвида халкидских шлемов. Хотя ряд историков не выделяют его в особый вид и называют халкидским. У этого шлема нет наносника. Нащечник прямой и имеет выемки для глаз и рта. Порой воины сражались с поднятыми вверх нащечниками. Археология дает им образец, переходные формы от халкидского к отеческому типу. Нащечник еще халкидский, а наносника уже нет. Есть даже древнее изображение такого шлема. Отеческий шлем стал очень популярен в 4 веке до нашей эры, а в 3 веке исчезает. Его активно использовали сомнитые, но это уже другая история. На схеме Питера Каноли внизу есть вот такой шлем. Это фракийский тип. Существовал этот тип шлемов с 4 по 2 век до нашей эры. Особенностью этого типа шлемов было то, что у него появляется козырек, защищающий лицо от вражеского оружия, а также от солнца и дождя. Наносника нет. Нащечники достаточно большие. На макушке металлический гребень. Возможно, что он не украшался конским волосом, но есть древние изображения, где на этом типе шлемов имеются гребни. Про это мы поговорим в конце фильма. Модификаций у этого типа шлемов было много. Есть вот такой шлем, датируемый в 300-м до 180-ми годами до нашей эры. Его нашли в Македонии у Ахридского озера. На шлеме надпись на греческом «Царь Мануни». Это, видимо, шлем воина Иллирийского царя. Шлем был изготовлен в государственной мастерской. По этой причине мастер нанес гравировку на шлем, чтобы обозначить собственника этого оружия. Обратите внимание на гребень. Странное кольцо. Зачем оно было нужно? Я нашел ответ. Есть вот такое изображение на вазе. Виден шлем фракийского типа с кольцом на макушке. Из него выходит длинный пучок конского волоса. Причем длина пучка метр полтора. Этот шлем найден в Мелосе в Греции. Датируют его в 360-м, 300-ми годами до нашей эры. Примечательно то, что он сделан из стали, а не бронзы, как все остальные. Украшен серебряными фигурками. А вот этот шлем уже не греческий, а карфагенский. Датируют его временами Ганнибала, сделан из бронзы. Схвостов почти полное. На реконструкции карфагеняне. Фракийские шлемы существовали довольно долго и были вытеснены римской военной машиной. В IV веке до нашей эры появляется еще один тип шлема, который ряд исследователей считают в модификации фракийского, а другие выделяют в отдельный тип фракийских шлемов. Этот тип шлема был распространен в Македонии. И про это будет наш следующий фильм. В схеме развития греческих шлемов у Каноли нет еще двух типов. Речь идет о биотийском шлеме и пилосе. Сначала разберем шлем пилос. Он происходит от традиционной шапки элотов, которую они делали из войлока. Она была конической формы, практически без полей. Элоты были зависимыми крестьянами у спартанцев и выполняли на войне всю грязную работу в виде переноски поклажи, готовки пищи и тому подобное. Затянувшаяся череда войн в Валаде привела к тому, что требовалось все больше и больше воинов выставлять на битвы, а ресурсов критически не хватало. Спартанцам пришла в голову идея отказаться от коринских, иллирийских и иных шлемов в пользу нового типа. Было решено делать простой в производстве шлем в виде шапки элотов. Видимо, они это сделали в ответ на аналогичные действия их основных противников в IV веке до н.э. Биотийцев. Мы видим, что шлемы типа пилос были просты в производстве. Видимо, на них делали еще и гребни. На этой статуэтке из Пелопонеса это отчетливо видно. Со временем шлемы начинают украшать чеканкой, узорами. В Великой Греции их дополнили нащечниками. Возможно, это были офицерские шлемы, а для простых бойцов делались шлемы по максимально упрощенной технологии. Шлемы типа пилос в научных трудах порой называют колоколовидными. Они пришлись по душе также македонянам и продолжили свое существование в их армии. Биотийский шлем. Назван так по области в Греции, где они были наиболее популярны. Их делали в виде биотийской крестьянской шляпы. На этой скульптуре V века до н.э. видно, что поля ровные, с небольшими складками. Вазы дают нам изображение этих шлемов. Биотийский всадник. Мы видим у него на голове нечто вроде шлема или шапки. На шлеме нарисованы странные полоски в виде английской буквы V. Они изображены даже на воинах, в бою или охоте. Кстати, на этом рисунке они выходят из точки, которая не в основании тульи, а в ее центре, ближе к макушке. Под подбородком у воинов нет ремней, при помощи которых должен шлем держаться на голове. Но это может быть упрощение древнего художника. Есть вот еще один рисунок. На шлеме не V-образный рисунок, а Y-образный. При этом четко видно, что у воина под подбородком проходит ремень, удерживающий шлем на голове. Значит, полосы на шлеме имеют иную природу, или частично декоративные, и не предназначены для удержания шлема на голове. Но кто-то все равно скажет, что это могла быть шапка, а не шлем. Я нашел вот такое изображение с греческой вазы. На шлеме биотийского типа нарисован гребень. Есть и стилизованная точка вот здесь. А это говорит нам о том, что это был именно шлем из прочных материалов, на которые можно было закреплять гребни. Выглядеть шлем мог вот так. Реконструктор не нарисовал ремней для удержания шлема на голове. Но так часто бывает. В современных изображений этих шлемов довольно многое. Посмотрите на них. Биотийский шлем был более округлым, а шлем Пилос более коническим. Обратите на это внимание, так как часто их путают. Помимо шлемов на войне использовались шапки. Шапки псилов. Биотийская шапка. Часто на войнах можно видеть фиксалийскую шляпу. Она имеет широкие поля и была очень популярна у всадников и легкой пехоты. Также часто можно видеть фридийскую шляпу. Ее в Греции использовали наемные войска. У нее было также много модификаций. Сейчас поговорим про конструктивные особенности шлемов. Многие думают, что шлем это что-то невероятно тяжелое. Это не так. Например, основная каска в район Великой Отечественной войны СШ-40 весила всего 800 грамм. Кто-то скажет, что в средние века были шлемы по 5-6,5 килограмм. Были. Это турнирные шлемы, предназначенные на быструю сшибку. На войну брали шлемы полегче, в районе 1-2 килограмм. Тяжелые шлемы невозможно долго носить в бою. Теперь взглянем на греков. Смотрите на шлем и сколько он весит. Самые легкие экземпляры в районе 700 грамм. Некоторые доходят до 2 килограмм. Халгийский шлем весил около килограмма. Шлемы Пилос имели вес 700-900 грамм. Они позволяли экономить дорогую бронзу. Из одного Каринского шлема можно было сделать 2 Пилоса. В данном случае экономика диктует военную моду. Поговорим про защитные свойства шлемов. Их выковывали обычно из листа бронзы. Так, туля Халкицкого шлема имела толщину всего 1 мм. Краю шлема она увеличивалась до 2 мм. Наносник имел толщину 6 мм. Шлемы Пилос имели большую толщину бронзы от верхушки шлема и меньшую ближе к краю. Фукидит, описывая битву при Сфактерии в 425 году до н.э. Сообщает, что дротики и стрелы афинян пробивали Пилосы. Этот эксперимент показывает бронезащиту меккенских доспехов из Дендры. Толщина бронзы 2 мм. Если стрела пробивает ее, то не глубоко. Вывод. Если шлем имел толщину в 1 мм, то его стрела пробьет. Если 2 мм, то вероятен рикошет или пробитие, но не глубоко. Это Каринский шлем. Стрела прилетела ему прямо в лоб. Металл пробит. Но с учетом подшлебника, наконечник, вероятно, не достал до черепа. Ну а это рекордсмен. Видно множество попаданий по шлему. Как стрелковое оружие, так и оружие ближнего боя. Видны мятины и пробития. Фатальным для воина был удар сверху. Возможно, это удар копьем, когда воин неудачно пригнулся или какой-нибудь топор. Не будем гадать. Видно, что шлем выдержал множество попаданий по голове. И защита была более или менее надежной. Просто одеть бронзовый шлем на голову нельзя. От жара солнца шлем нагреется, и боец получит ожог. К тому же, если между металлом и головой будет прослойка из подшлебника или пустота, то пробивная сила оружия резко упадет, а защита вырастет. Шлем будет мяться и прорубаться, но голова останется целой. Есть мнение, что специальных подшлебников у греков не было, и они скручивали свои волосы в пучок, который служил прослойкой между металлом и головой. Мне видится, что подшлебник делали отдельно. Собственные волосы воина могли быть дополнительной защитой. У спартанцев роль подшлебника выполняла шапка Пилос. Ранее в фильме я уже показывал отверстия по краю шлема, которые были на ранних коринских шлемах. Это явные следы крепления подшлебника. Его делали из войлока, плотной ткани, кожи или даже вот такой вариант, предложил один из реконструкторов. На этом халкинском шлеме видна толщина подшлебника. Косвенным доказательством такой обшивки шлема является изображение поднятых вверх нащечников. Их древние художники рисуют иным цветом, чем шлем. Подшлебник крепился к голове при помощи завязок, как на рисунке Питера Каноли. Может быть и без завязок, в виде отдельной шапочки. Подшлебник мог вклеиваться в шлем или одеваться отдельно. Про подшлебники мало что известно, и это дает волю фантазии для реконструкторов. Борис Котиков является реконструктором античного македонского и греческого вооружения. На канале 10-й Легион Претенсис есть вот такие видео. Бо легионеров и сборной команды варваров, греков, македонят. Борис неплохо рубится. Вот он в бою. Мы с ним списались вконтакте, и он дал ряд дельных советов. Борис сделал реконструкцию фракийского шлема. На его макушке сделан гребень. Если кто не в курсе, то он делался из конского волоса, срезанного с греба или хвоста животного. Интересен вопрос крепления гребня на шлем. В музеях целые полки завалены шлемами, но гребней не видно. Это фото из музея в Олимпии. Там хранится порядка тысячи шлемов. Гребней и держателей к ним крайне мало. При этом изобразительное искусство древних греков дает нам массу изображений этих гребней. Вы видите видео с YouTube канала Ashley Holt. Автор мне ответил на мой запрос и пояснил, что гребни делали из сосны, в которой высверливались отверстия. В отверстие вставлялся конский волос, который могли еще и окрашивать. Если честно, раньше я думал, что гребень делался из бронзы, и в него крепился конский волос на клей. Оказывается, это было ошибочное представление. Но как крепился этот деревянный гребень к шлему? На некоторых шлемах гребень держался при помощи шнурка. Его закрепляли на лбу. Помните про крючки и шпильки на иллирийских шлемах, которые я вам показывал в начале фильма? Вот они были как раз для этого. Минусом такого крепления было то, что шнурок мог растянуться, и гребень в самый неподходящий момент мог слететь и повиснуть на голове. Такие крючки были не только на иллирийских шлемах, но зачастую этих крючков на шлемах нет. А на вазах, статуэтках, барельефах гребни присутствуют почти всегда. При этом в шлеме нет отверстий для крепления гребня, например, при помощи вставления язычков и подгибания их вовнутрь шлема. Котиков подсказал мне, что гребень могли просто приклеивать к шлему. Такое крепление мне кажется ненадежным, у других объяснений нет. Когда речь идет об абсолютно гладком шлеме без технологических отверстий и дополнительных элементов для крепления. На этом образце пиловского шлема видно, что гребень крепился к шлему при помощи бронзовых пластинок, встроенных в шлем. Вот понятно, как деревяшку закрепляли. У самого Котиков фракистский шлем с бронзовым гребнем. В деревянной основе есть пропил, подходящий по размерам к бронзовому гребешку. Подгонка размеров такова, чтобы гребень надевался на шлем без использования клея и каких-либо еще приспособлений. Видимо, это было конструктивное решение древних оружейников, позволяющее надежно закрепить гребни на шлемах. На видео Котиков довольно активно сражается, но гребень с его шлема не слетает. У Каноли в книге есть пример крепления высокого гребня при помощи шпилек. В эти держатели крепилась деревянная конструкция с конским волосом. Посмотрите, как это выглядело. Бронзовый держатель очень тонок. Есть находка шлема с бронзовым основанием для держателя гребня. Есть масса изображений таких держателей, как на вазах, так и в виде статуэток. Реконструктор Янис воспроизвел этот шлем, при этом выложил фото конструкции на фейсбуке. Вы видите, что... В бронзовый держатель вставлялась деревянная или костяная часть гребня в виде головы лебедя. Кстати, он мог быть сделан и из бронзы. Археологам известна одна такая находка. К держателю прибивается кожаная основа для крепления конского волоса. При этом в ней есть боковые вырезы. Потом берутся пучки конского волоса и вставляются в гребень. Они перевязываются шнурком сверху и также кожаным шнурком привязываются к держателю. Гениальное решение способов крепления гребня. При этом этот метод подтверждается, например, вот этим изображением. Античный художник прорисовал верхнюю шнуровку гребней. При этом Янис сделал необычный деревянный держатель. То есть показал два варианта решения проблемы. Есть реконструкции держателей гребней из кожи. Так что не обязательно, что это была деревяшка. У Мэтью есть такая вот реконструкция кегельхельма. Обратите внимание, что конский волос окрашен красителем для ткани. Пучки волоса сгибаются пополам. Получившийся гребешок вставляется в бронзовый держатель. И скрепляют заклепками. Гребни имели разную окраску. Встречается на вазах, как правило, монотонная окраска конского волоса. При этом она была разных цветов. Какие цвета использовались для гребней? По всей видимости, красный, черный, белый и коричневый точно применялись. Также были популярны гребни из конского волоса разных цветов. На этой вазе мы видим три цвета. Белый, черный, красный. Присутствует симметрия при распределении цветов. На этих шлемах также цветовая гамма симметричная. Но довольно часто раскраска гребней не симметричная. Посмотрите на цветовую гамму гребней на вазе Ищиги. Воин слева. Гребень вначале представляет из себя череду двух красных полос с желтой. А потом конский волос просто черный. В следующий воин просто вставлен красный пучок в центре черного гребня. Следующий воин имеет красный и желтый пучок на черном гребне и так далее. Вот еще ваза. На белом гребне огромная красная вставка. Встречаются и вот такие варианты. На гребнех видно, что цвет гребня монотонный, но вверх покрашен в другой цвет. Получается полоса. На этой вазе у другого воина полоса проходит рядом с основанием гребня. Это не держатель, а именно окрашенный конский волос. И это не единичный случай, который встречается на гребне. Тут мы перейдем к тому, что греки также окрашивали и держатель для конского волоса. Краска могла быть монотонной, но зачастую ее расписывали точками, треугольниками, шахматных порядок и так далее. Встречались держатели для гребней оригинальных форм. Например, двойные гребни. До конца 6 века до н.э. эти держатели были популярны. Вот еще такой же двойной держатель. А у его противника шлем украшен фигуркой собаки. Довольно редкое изображение. Зачастую греки делали не фигурки на шлемах, а гравировку или чеканку. В данном случае на насчечнике изображен лев. Чеканили на шлемах сюжеты из Элиады, Одиссеи, разных мифов, изображения животных и т.д. Вот битва изображенная на отеческом шлеме. Могли сделать чеканный узор. Как на этом каринском шлеме. Целый ряд эталокаринских шлемов дает нам возможность генуть и на чеканные рисунки быков, кабанов, мифических животных. Это не греческие шлемы, а италийские, но все же они продолжали и развивали эллинистические традиции. Теперь поговорим про окраску непосредственно шлемов. Ранние образцы, видимо, используют без какой-либо окраски. Просто бронза. Взгляните на вазу из Чиги. Шлемы и поны же имеют одинаковую окраску. Но уже в шестом веке, если не раньше, на вазах появляются изображения шлемов разных цветов. Вот тут, например, одни красноватые, а другие черные. Это реконструкция. Наступает фаланга. Это изображение марафонской битвы. Мы видим, что у греков шлемы разного цвета. Один светлый, а другой темный. При этом на темном шлеме на затыльник не окрашен. А на светлом нащечнике подняты вверх и окрашен. Хотя это, скорее всего, художник так изобразил кожаную обшивку нащечника. Вот еще сцены битвы из греческого искусства. На воине слева шлем каринского типа, явно просто бронзовый. А на воине справа отический шлем черного цвета. Причем на затыльник и нащечники бронзовые. Если постараться, можно найти много таких изображений. Постепенно греки пошли еще дальше. На этом изображении мы видим шлем полностью окрашенный в шахматный узор. Кроме на затыльнике и нащечнике. Вот еще изображение окрашенного в плече-то узор шлема. Это современная реконструкция. Прежде чем продолжить просмотр видео, поставь лайк и подпишись на канал WargameRose. Есть вот такое изображение черное оголовье с заклепками. В книге Николаса Секунды «Битва под марафоном» автор делает предположение, что шлем кожаный с ставками из бронзы и имеет заклепки. Мне видится, что это маловероятно, при условии, что нащечники и на затыльнике явно бронзовые. Хотя история вооружения, например, Московского царства, знает шапки бумажные, которые были не металлические и имели стальной наносник. Оставлю этот вопрос на ваше усмотрение. На ряде древнегреческих изображений мы видим шлемы, состоящие из чешуек, так же, как и доспехи. Тут два варианта для реконструкции. Либо шлем сделан из кожи, с нашитыми на него бронзовыми чешуйками, либо это чеканка по бронзе, имитирующая чешуи. Этот шлем из города Ура, в Месопотамии, современный Ирак. Он создан за 2000 лет до греков. Можно видеть, как шумерский мастер сделал шикарную чеканку по бронзе. Пока не найден греческий шлем из чешуек, с уверенностью говорить о его конструкции нельзя. Нашел также вот такое изображение. На шлеме нарисована полоса красного цвета. Что это за узор? Воин изображен собирающимся на битву, но других его товарищей полоски нет. На этой вазе полоса на шлеме только у богини, которая явилась воином перед боем. На этой вазе сцены битвы, у двоих бойцов есть красная полоса. Возможно, это просто узор, а может и способ отличия своих воинов от чужих в бою. Имеет мистическое значение или знак ранга воина. Развитие раскраски шлемов привело к появлению вот таких образцов. Это халкистский шлем. Благодаря современным технологиям ученые смогли определить, какой цвет были окрашены древнегреческие статуи. Окраска превзошла все ожидания. Реконструкция шлема. Реконструктор с канала Лаинд Биги сделал ремень для удержания шлема коринского типа на голове. Вот так это выглядит. По мнению Котикова, ремни могли не всегда делаться, так как ряд конструкций шлемов плотно сидят на головах и держатся за счет хорошей подгонки от конкретного человека. Перейдем к заключительной части нашего фильма. В ней я покажу часть своей коллекции военно-исторических миниатюр. Они выполнены в 72-м масштабе, то есть высотой 25 мм. Производитель – российская фирма «Звезда». Фигурки предназначены для коллекционирования и проведения военных настольных игр. Конкретно эти фигурки расписывал мой брат примерно в 2010 году. Взглянем на шлемы. Первая четверка бойцов. Только один шлем окрашен под бронзу. Все остальные – стального, черного и голубого цвета. Посмотрите на окраску гребней и их держателей. Это воины в аллерийских шлемах. У воина слева только одна полоска красного цвета на гребне. У второй фигурки чередование трех цветов на гребне. Ну а на этих двух моделях гребешки двухцветные. У двух фигурок шлемы окрашены в красный цвет. Эти фигурки в карьерских шлемах. Шлемы бронзовые. Гребешки цветные. Войны в отеческих шлемах. Обратите внимание, что нащечники изнутри имеют иную окраску, чем шлем. Про это мы говорили в фильме. Войны в карьерских шлемах. У первых двух фигурок щиты расписаны под спартанцев. На щите эмблема Спарты. Буква Лямбда. Означающее самоназвание спартанцев Лакедомоняне. Спартанцы спартанцами себя не называли. Это римское название. Леонид не мог такого сказать. Даже в кошмарном сне. Шлемы просто бронзовые. С одинаковым красным гребнем. У двух других фигурок шлемы расписаны более интересно. По краю шлемов идет окантовка из бронзы. Вид спереди. Четыре воина в халкистских шлемах. Два шлема окрашены в красный и синий цвет. Обратите внимание на гребень третьего воина. В гребне два пучка окрашены в белый и синий цвета. Вид с другого бока. Лучники в шлемах Пилос. Шлемы просто бронзовые. Стоящие лучники в пилосах. Прачники в фессалинских шляпах. Ну а эти фракийские наемники окрашены уже мною. На головах фридийские шапки. А это легкая греческая кавалерия 5 века до нашей эры. Как сделать такие фигурки я показывал в своем видео, загруженное на моем канале. Кому интересно, посмотрите. Шапки сделаны. Ни одного цвета. Присоединяйтесь к миру военно-исторической реконструкции. И создавайте сами у себя дома вот такие армии на ладони. Это не сложно, а познавательно и интересно. А я подскажу любому новичку, с чего начать и к чему стремиться. Пробуйте. Ну вот в принципе и все, что хотелось бы сказать про шлемы греков. В следующем фильме из этого цикла поговорим про шлемы македонян. А на сегодня все. До встречи на канале WargameRose. Субтитры сделал DimaTorzok Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал WargameRose. Солдатики. История. Моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok